Всем привет! С вами Репич Илья и вы смотрите рубрику, посвященную оптике. Сегодня я хочу с вами разобраться, почему схожие по основным характеристикам тепловизионные прицелы так разнятся в цене. Для этого мы здесь подготовили четыре прибора. Это Сайтонг, I-Ray, Arcon и HTI. Прицелы имеют одинаковые параметры, такие как разрешение матрицы 384 на 288, диаметр линзы 35 миллиметров, ударостойкость 6000 джоулей, хотя Сайтонг заявляет 10000 джоулей, дистанция обнаружения ростовой фигуры от 1200 метров до 2000 метров, ну и гарантия два года. Ну а теперь перейдем к распаковке. Первый у нас на распаковке это бренд Сайтонг, модель 03-35, то есть это 384 матрица, и диаметр линзы 35 миллиметров. Так, вот такая у нас коробочка, довольно-таки такая зачетная. Сразу видно качество. Что здесь мы имеем? Это руководство по эксплуатации, все на русском языке, со всеми характеристиками и так далее. Дальше это у нас ремешок, который цепляется непосредственно к самому кейсу. Кейс прочный, в общем даже годится для транспортировки. Так, ну смотрите, что мы здесь видим. Первое, это соответственно сам прицел, два аккумуляторных блока. Кронштейн на планку Вивер и Котини на барашках. Зарядная станция. Кабель. Кабель Type-C. Шестигранный ключ для установки кронштейна и, собственно говоря, сами болты. И что очень приятно, компания Sightong также еще позаботилась о том, чтобы у вас была флеш-карта, которую они теперь поставляют в комплекте. Наполнение довольно хорошее, богатое. Я скажу, что мало кто может этим похвастаться. Итак, следующее у нас это бренд iRay. Сразу видно. Упаковочка намного проще. Обычная картонная. Скажем так, не такая премиальная, конечно, как у предыдущего бренда, которым осмотрели Sightong. Но я думаю, на качество прибора это влиять не должно. Модель мы рассматриваем это Seim SCL35V. Давайте посмотрим, что у нее внутри. Здесь обычная тканевая сумка. Что здесь еще у нас? Распечатана инструкция с характеристиками. Ну, так полагаю, все интересное будет внутри. Продолжаем. сам прицел. Это ремешок для переноски. Кронштейн быстросъемный, между прочим, прошу обратить внимание. Тепловизионные грелки для пристрелки. Пять штук. Кабель для зарядки и, так понимаю, для съема информации. Потому что даже увидел здесь тюльпан. Салфетка для протирки. Также имеется в комплекте ключ, пока непонятно для чего. Такой очень странной формы. Конечно же, в комментариях найдутся настоящие эксперты, которые скажут, для чего этот ключ. Не вижу здесь аккумуляторов или батареек. Здесь у нас тут 123 батарейки, две штуки. К сожалению, их в комплекте нету. Теперь давайте перейдем к следующему бренду. Это будет бренд Arcon. Поставляется в такой коробочке с ручкой для очень удобной переноски. Так, что мы здесь видим? Это у нас ремень для вот такого симпатичного кейса. Кейс также твердый. И начинаем саму распаковочку. Смотрим наполнение, что же у нас здесь есть. Так, а мы здесь видим, в первую очередь это кабель, салфетка для оптики, шайба. Так, теперь это прицел. Компания Arcon нам все-таки говорит о том, что нужно докупить 4 аккумулятора и кронштейн. Обязательно не забывайте спрашивать про аккумуляторы и кронштейны у продавцов. Итак, мы с вами разобрали комплектацию по Arcon. Теперь переходим к HTI. Такая жесткая коробка. Это, по-видимому, у нас здесь кронштейн. Почему-то HTI его не кладут сюда отдельно. Ну, я смотрю, просто места нету. Ну, могли бы коробочку и побольше сделать. Так, сам прицел. Руководство понятно. Все на русском языке. Маленький, компактный, легкий. Так, сетевой адаптер. Дальше зарядка и кабель. И отдельно здесь у нас что-то. А, это аккумулятор. Аккумулятор марка 18500 на 2000 мАч и еще второй кабель. Ну, я так понимаю, для сетевого адаптера. А это у нас, скорее всего, для переноса на компьютер информации с внутренней памяти данного прицела. Так, ну, собственно говоря, все наполнение. Все, что нужно для охоты. Итак, теперь мы пройдемся по техническим характеристикам каждого из них. Вот. И все-таки сравним, чем они отличаются. Давайте начнем с самого первого. Это его вес. Сайтонг заявляет вес 1030 грамм. То есть, чуть-чуть больше килограмма. Айрей у нас весит 410 грамм. Аркон у нас весит 537 грамм. И 547 грамм или 538 грамм у нас весит HTI. Так, ну, давайте начнем с самого бюджетного. Это бренд HTI. У него дистанция обнаружения ростовой фигуры заявляет производитель 2333 метра. У Айрея дистанция обнаружения идет 1280 метров. У Аркона дистанция обнаружения ростовой фигуры идет 1950 метров. У Сайтонга дистанция обнаружения идет 1800 метров. Теперь по аккумуляторам. У Сайтонга в комплекте идет два аккумулятора. Емкость на 6000 миллиампер. Заявляет по работе до 10 часов. Опять же, напомню, что все производители заявляют время работы. Это при плюсовой температуре. То есть, температура плюс 20. От этого отталкиваются, собственно говоря, все производители и их тесты. Дальше. Аркон имеет у нас четыре батареи, модели 4 аккумулятора, тип 123 ТЦР. Можно использовать как трехвольтовый, так и 3,7 вольт. У Аркона там есть внутри меню переключение с 3 вольт на 3,7. Дальше. Бренд Айрей. У него идут две батареи либо аккумулятора тип 123, заявленные часы работы до 8 часов. Бренд HTI. У него идет одна батарея, это тип 18500, емкостью 2000 миллиампер час. Производитель заявляет продолжительность работы от одной батареи до 6 часов. В принципе, для охоты этого более чем вполне хватает. Также все прицелы имеют порта для подключения пауэрбанка. Для зимы это очень важно, не забывайте об этом. Во всех брендах присутствует Wi-Fi-модуль, кроме HTI. Также HTI снимает только фото. Все остальные бренды снимают также фото и видео. Можно их использовать также через мобильное приложение. По матрицам. Матрица у HTI, у Арея, у этих двух моделей имеют 17 микрон. Размер матрицы у Сайтонга и у Аркона 12 микрон. По эргономике. Ну давайте возьмем самый бюджетный прицел. Это HTI. Вес действительно легкий. Крышка открывается громко, но из плюсов хочу отметить этой крышки, что она подпружинена. То есть не будет болтаться туда-сюда. Такой тактильный, довольно-таки хороший. Дальше бренд iRay. Крышка открывается гораздо тише. Вот так, в принципе, компактный, удобный, легкий. Кстати, у него корпус, сам вот этот блок, это из композита идет, ударопрочный. Все остальное идет у него алюминиевый сплав. Фокусировка. Диатрийная настройка. Батарейный отсек. Сделан наподобие пульсаровских защелок старые. Так, довольно компактный, удобный. Аркон. Чуть-чуть потяжелее будет, но батарейный отсек у него идет на винту. Ну, открытие-закрытие, да, такое шумноватое, но я думаю, в принципе, это особо роли не играет. Так, сайтонг. По габаритам будет чуть-чуть побольше. Вес, мне кажется, все-таки даже килограмма нету. Ну, может, около этого. Ну, крышечка, и даже не слышно, как она снимается. Удобно очень. Фокусировка плавная, отлично. Такой компактный, удобный. Друзья, многие путают дистанцию обнаружения и дистанцию идентификации цели. Дистанция обнаружения, заявленная производителем, она может быть очень большая, но дистанция идентификации, она может быть гораздо меньше. Мы провели тесты на 100, на 300 и на 500 метров. Напишите, пожалуйста, в своих комментариях, какой бы вы выбрали прицел, исходя из этих тестов. Также хотелось еще упомянуть один пункт. Это чувствительность матрицы. Чем ниже ее показатель, тем лучше видно разницу в температуре. Давайте начнем с HTI. У HTI, даже так вот, HTI и ARA, у них чувствительность идет менее 40. У Arcon менее 35. У Saitong менее 30. Также из анонсов бренд Saitong обещал предоставить уже ближайшее время модели с чувствительностью менее 25. А теперь давайте переместимся на холм и посмотрим, как ведут себя прицелы при стрельбе. Для этого мы выберем два бренда. Ну, давайте, например, это будет у нас Saitong и Arcon. Итак, мы на полигоне. Будем сейчас сравнивать два теплозионных прицела. Пристрелку будем проводить на 50 метров. Стрельбу будем вести на 100 метров. Будем стрелять из карабина фирмы АТА Торкуа 308 калибр новосибирскими патронами. Итак, приступим. Итак, первый прицел, который мы сейчас будем пристреливать, это бренд Saitong, модель RM03-35, то есть это 384-я матрица и 35-я линза, диаметр линзы 35. Не забываем про безопасность. Дистанция 50 метров. Проверяем результат. Итак, мы видим, что здесь все три пули у нас сейчас ушли вправо. Нам, по сути, горизонт выправить только влево и все. И используем при этом функцию фриз. У нас на кадрах, по крайней мере, в прицеле очень хорошо видно пробоины. Я сейчас переведу перекрестие на место попадания и перемещу в прицельную сетку. Итак, а следующий выпуск у нас будет по пристрелке и тепловизионных прицелов. Итак, отличный результат. Переходим на 100 метров. Итак, прицел Saitong, дистанция 100 метров. Выстрел. Так, ну что, проверяем результат. Итак, все попадания в цель. Как мы видим, собрана довольно неплохая группа. Все в бойной зоне. Так что, прицел. Тест прошел. Итак, тестируем теперь следующий прицел. Это Arcon Alpha LP35. Делаем пристрелку на 50 метров. Поехали. 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 Итак, мы сейчас ввели корректировку по вертикали. И произвели второй выстрел. Выстрел. Итак, сейчас ввожу контрольную поправку, делаю третий выстрел и переходим уже на 100 метров. Выстрел. Так, ну что, у нас пуля сейчас попала в девятку. В принципе, можно ввести два клика. Это, точнее, один клик вверх и один клик вправо. И можно уже работать на 100 метров. Итак, прицел Arcon Alpha LP35. Дистанция 100 метров. Собираем группу из трех. Итак, мы произвели три выстрела на 100 метров. Еще раз напомню, прицел Arcon Alpha LP35. Модель оружия Ata Turquoise 308 калибр. Пойдите посмотрим на результаты. Итак, друзья, вы видите, что группа собрана довольно-таки хорошо. Еще раз напомню, дистанция была 100 метров. Что на прицеле Arcon Alpha, что на прицеле Saitong RM-0335. Так что я рекомендую вам эти прицелы. А итоги уже подведем в студии. Итак, друзья, после проведенных нами тестов хочется сделать вывод, почему все-таки так разнится цена у тех или иных приборов. Первое – это комплектация. Второе – это программное обеспечение. И третье – это функционал. Вот это именно три параметра, из-за чего цены у них разные. Я надеюсь, эта информация для вас была очень полезной. Обязательно подписывайтесь, пишите свои комментарии, ставьте лайки. С вами был Репич Илья. Выбирайте оптику правильно, чтобы приблизиться к заветной цели. Продолжение следует... Продолжение следует...